Приветствую вас, и чувство вины возникает, когда человек берет на себя в большей степени ответственность за то, что от него не зависит. Причем, беря ответственность за это, человек несет ответственность за то, что в принципе может действовать. В вашем случае вы почему-то прислушиваетесь к тому, что говорят ваши родственники, и вы прислушиваетесь к ним. Вы чувствуете, что их слова достигают цель. И основной вопрос, который нужно проработать, заключается в том, А почему вы считаете, что то, что они говорят, это правда? Почему вы не допускаете того факта, что люди, в данном случае ваши родные, Преследуют какую-то свою цель для того, чтобы, ну, вам так говорить. Когда они обвиняют вас в том, что вы плохая мать, они преследуют какую-то свою цель. Какую цель? Потому что ничего просто так люди делают не станут. Это означает, что что-то и медвежит. Что-то. Нужно понять, что он. Потому что в данном случае затрагиваются ваши интересы. Дальше. Ваша семья, это ваша семья. Она не является, знаете ли, открытым для, открытым местом для других людей. И да, родные могут советовать, конечно. Но их советы ни в коем случае не стоят, нельзя, не нужно воспринимать как инструкцию к действию. Люди могут высказать мнение. Но как вы ведете себя с ребенком, определяете только вы. И только вам решать, почему вы поступаете так, а не иначе. Ребенку нужно отказывать. Иногда. Ребенку нужно учить тому, что не все можно получить. Не все можно иметь. Не все можно брать. И так далее. Человеку необходимо учиться проигрывать. Учиться переживать неудачи. Иначе в жизни ему будет очень сложно. Хотя бы с этой точки зрения вы делаете все правильно. Но проблема заключается в том, что почему-то вы остро реагируете на то, когда вам говорят, что вы плохая мама. Давайте попробуем провести небольшой эксперимент. Если я вам скажу, что вы плохая мама, вы, наверное, не воспринимите мои слова всерьез. Потому что я для вас чужой человек. Если вам скажет самый близкий человек, что вы плохая мама, вы, наверное, ему поверите. А вот на каком этапе, с какого момента вы считаете, что человек имеет право говорить вам и давать оценку тому, какая вы мама? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ваши подруги, ваши коллеги, кто? С какого момента человек получает возможность, ну, скажем так, как бы следить ваше поведение, как родители? Почему задаю этот вопрос? Потому что в нем кроется ответ на ваш вопрос. Дело в том, что понимание того, что никто не может объективно давать оценки по воспитанию ребенка, поможет вам отделить стремление людей, помочь вам и добиться каких-то своих целей. Понимаете, если люди хотят добра, они никогда не будут деструктивно критиковать. Они будут вам говорить, вот ты знаешь, вот тут вот ты поступил неправильно, тут вот ты могла бы поступить иначе, но ты сама решаешь. Подобное категорично говорит о том, что люди знают о такой черте вашего характера, как неуверенных в себе. И тогда мы постепенно от ребенка переходим лично к вам. Видите ли, неуверенность, она не появляется вдруг. Неуверенность в себе – это комплекс. И он идет, как правило, и с детства. И то, что вы сейчас проявили свою неуверенность, на деле, означает лишь то, что она была сгадой. Раньше просто проявлялась немного по-другому. И вот надо бы понять, в чем же она заключается. Почему вы в себе сомневаетесь? Что заставляет вас думать, что вы хуже в чем-то, чем другие люди? И необходимо, конечно же, эту уверенность убирать. Как? Через корректировку своего поведения. Ну, то есть, конечно, здесь есть два направления работы. Первое – это непосредственно изменение понимания. То есть, это, наверное, от того, что вы ничем не хуже других. Это, так сказать, внутренняя сторона. Тут нужно работать с вашими установками. И, может быть, некая индивидуальность ваша – это не что иное, как то, что вы воспринимаете в качестве неуверенности. Но на самом деле это не так. И люди, не принимающие вас, дают вам ощущение, что вы действительно не такая. Но в действительности, это проблема других людей. В том, что они не принимают вас. Разно как и проблема ваших родственников в том, что они говорят, что вы не уверены, что вы плохая мама. И вы знаете, думаю, будь это счастливые люди, они бы вам по-доброму бы советовали что-то. А раз советуют так, значит, у них есть какие-то проблемы. И вот, чтобы не прислушиваться к ним, вам нужно, во-первых, осознать причинно-следственную связь между их поведением, их словами и того, чего они хотят. Дальше. Переоценить, переосмыслить свою роль в качестве матери для своего сына. Поставить себе четкие ориентиры, на которые вы оглядываетесь при воспитании. Это ваши ценности и убеждения мужа, которые, кстати, на вашей стороне. И, говоря о лично ваших действиях, нужно в первую очередь понять причину уверенности. Разобрать, с чем она связана. Переосмыслить эту первопричину. А дальше, убирать неуверенность путем постановки определенных целей и выполнения задач. Видя реальный конкретный результат от своей деятельности, вы будете убеждаться, что неуверенность это только лишь то, что является субъективной составляющей вашего восприятия. Вот, примерно в таком ключе вам нужно двигаться. И, если вам потребуется помощь, обращайтесь, я вам смогу. Если ответ понравился, буду благодарен, если делаете его лучшим.